МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этих и других темах в программе Вести Приволжского федерального округа. На расширенном заседании Совета округа Приволжский полупред Михаил Бабич и глава Минпромторга России Денис Мантуров обсудили вместе с губернаторами развитие реального сектора экономики и выполнение программы импортозамещения в регионах Приволжья. Перед началом Михаил Бабич и участники заседания осмотрели выставку импортозамещающей продукции. Здесь свои стенды представили предприятия со всех регионов Приволжского округа. По оценке полупреда доля округа в общероссийском ВВП превышает 15%. Сегодня регионы реализуют 155 проектов, охватывающих различные отрасли промышленности, а 102 предприятия получили поддержку более чем на 8 миллиардов рублей. Михаил Бабич отметил, что во многом это удалось сделать за счет поддержки федерального министерства. Я хочу сказать о той большой работе, которая проделана за эти три года, даже чуть меньше, Минпромторгом, прежде всего, ну и правительством Российской Федерации в целом. Почему? Потому что была проведена не просто полная инвентаризация состояния дел самопрозамещения, а были найдены в очень короткий срок самые эффективные меры государственной поддержки, которые можно оказать и на федеральном, и на регионном уровне. И эти меры заработали. Просто гигантский толщок. Мы сейчас смотрим, какое количество предприятий новых появилось, какой объем появился инновационной продукции. И на самом деле это только начало пути, потому что начали вкладывать деньги в неокры, начали вкладывать деньги в закупку оборудования, в производство средств производства. Появилась продукция, которая конкурентоспособна не только в России с импортными аналогами, но уже сегодня способна, так сказать, и поставляться на экспортные рынки. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о методах поддержки импортозамещающих проектов, которые действуют на федеральном уровне. По его словам, эффективным инструментом себя зарекомендовал Фонд развития промышленности, который оказывает поддержку в реализации наиболее перспективных проектов. Но что касается Саратовской области, как страны, принимающей то в политике импортозамещения, регион ставит перед собой конкретную цель. Рационально и в четком соответствии с федеральной стратегией использовать имеющийся потенциал для наращивания конкурентноспособности всего округа. В полупред и глава Минпромторга посетили два саратовских предприятия, которые успешно реализуют программу импортозамещения. Это конструкторское бюро промышленной автоматики, которое занимается разработкой, производством и поставкой пилотажных и пилотажно-навигационных комплексов вертолетов для нужда армии и гражданской авиации. А также уже под вечер гости посетили завод «Саратовстройстекло». Здесь им показали новый цех по производству технического стекла. Процесс полностью автоматизирован. Еще одно нау-хау продемонстрировали представители завода «Троуза». Это троллейбус с автономным ходом. Это первый шаг к созданию электрического автобуса. В последние дни октября в Нижегородском отделении фонда гражданского общества подвели итоги работы аппарата полномочного представителя президента России в Приволжье за прошедший месяц. Ключевым политическим событием октября, на мой взгляд, было разрешение конфликта, связанного с выборами председателя законодательного собрания Нижегородской области. Природа этого конфликта не уникальна. Своими корнями она уходит в проблему разграничения полномочий между региональными властями и местным самоуправлением. Подобного рода конфликты нередко вспыхивают в регионах России. И достаточно старая эта история. Но затяжной конфликт в Нижегородской области обрел особый характер. Он достиг такой остроты, что в ситуацию вынуждены были вмешаться. И новый куратор внутренней политики администрации президента Сергея Кириенко и полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Богатый политический опыт и синхронность действий Сергея Кириенко и Михаила Бабича позволило эту задачу достаточно быстро и профессионально разрешить. Кстати, следует заметить, что это была одна из первых задач, которые Сергей Кириенко вынужден был решить на новой должности. И задачу эту решила, надо сказать, блестяще. Но вместе с тем, анализируя события в регионе, можно выдвинуть гипотезу, что, возможно, мы находимся накануне новых достаточно неожиданных кадровых решений. Но кроме политических вопросов, фокус внимания полпреда, были также задачи, которые поставил президент страны. И здесь я бы отметил два события. Во-первых, это совещание, заседание совета при полпреде президента в Приволжском федеральном округе, которое состоялось в Саратове. И оно было посвящено вопросам импортозамещения. И здесь, оценивая ситуацию в этой области, Михаил Бабич подчеркнул, что задачи импортозамещения являются приоритетными задачами. И в качестве факта, свидетельствующего об этом, можно привести то обстоятельство, что почти половина всех средств, которые были направлены из бюджета страны в прошлом году на поддержку предприятий, получили предприятие Приволжского федерального округа. И вот глава Минпромторга Денис Мантуров, который принимал участие в работе совета, он высоко оценил стратегию импортозамещения, которая реализуется в округе. И также подчеркнул, что регионы округа вносят значительный вклад в реализацию этого особого проекта. Вторым значимым событием, которое я бы отметил, было посещение Михаилом Бабичем нового, готовящегося к открытию перинатального центра в Оренбурге. Вот подобного рода перинатальные центры, такие как в Оренбурге, недавно открывшиеся в Самаре, они оснащены самым современным оборудованием и позволяют сделать доступной для будущих мам и новорожденных высокотехнологическую медицинскую помощь. Реализация строительства этих центров проводится по поручению президента страны, поэтому совершенно очевидно и совершенно понятно, что строительство этих важных социальных объектов находится на особом контроле у Палпреда. Белый беркут из Нижегородского гнезда. Уникальное транспортное средство. Лыжно-гусеничный снегоход выпустил одно из предприятий Нижнего Новгорода по заказу Министерства обороны России. Аналогов этому снегоходу по проходимости и выносливости в экстремальных погодных условиях пока нет ни в нашей стране, ни за рубежом. Лыжно-гусеничный снегоход получил название «Беркут» в честь хищной птицы, но разработчики машины сравнивают ее еще с полярной куропаткой. Быстрая, юркая, незаметная на снегу. Невидимо в том числе для тепловизоров, благодаря вот этим металлическим экранам. Они закрывают двигатель и радиатор. Сам же корпус снегохода выполнен из морозостойкого пластика, ведь из Нижегородского гнезда «Беркут» отправится на крайний север, в Арктику. Машина проходила климатическую камеру, где была испытана в этих критических температурах минус 50 градусов. То есть двигатель выдержал эти испытания. Как двигатель от Нивы научили безотказно работать на 50-градусном морозе? Этот секрет создатели снегохода не раскрывают. Зато делится секретом, как машина весом 950 килограммов держится почти на поверхности снежного покрова. За счет необычной компоновки узлов двигатель расположен за кабиной. На полуметровой ширины резиновых гусеницах машина едет по снегу легко, как человек на лыжах. При этом развивая скорость по целине до 40 километров в час по дороге до 60, первые 11 таких снегоходов уже поступили на вооружение в российскую армию. Доставка личного состава, это медицинские службы, службы связи, службы охраны. То есть там, где есть снега, большой глубинный залегание, полтора и даже два метра и более машин способны преодолевать. На создание снегохода ушло около пяти лет. Собираются они исключительно из отечественных комплектующих. Это было одним из условий заказчика. Проект тем более уникален, что реализует его не завод-гигант, а малое предприятие. Самый маленький по размеру из всей продукции предприятие, но не наименьшей по значимости. Только в этом году нижегородцы сдают военному ведомству 40 снегоходов «Беркут». На следующие три года в проекте гособоронзаказа еще 250 снежных птиц. В Уфе мальчик с диагнозом ДЦП решил организовать благотворительный концерт в поддержку детей с таким же заболеванием. Арсений Соломинов сейчас записывает свой первый сольный альбом. Раз-два, ты меня слышишь? Да, вас слышно. Всего четыре года назад именно здесь Арсений записывал свою первую песню, а сейчас уже готовит сольный альбом под названием «Я такой же, как и все». У Арсения детский церебральный паралич. У нас на небе все почти как на земле, чудес побольше, там очень скучно мне. Он всегда поет стоя и никогда не жалуется, а слова ко всем своим песням Арсений пишет сам. Я по-другому смотрю на эти песни, уже не как со стороны маленького мальчика, тому, которому кажется, что весь мир – это сказка. Уже хочется более взрослых песен, и эти песни будут. Педагог по вокалу Елена Берникова уверена, что у него большое будущее, и даже серьезные проблемы со здоровьем этому не помеха. В свои 14 лет Арсений уже не раз выходил на большую сцену. Он пел с Мирой Матье и Тота Кутуньо. Возможности человеческие, они безграничны. И совершенно не нужно обращать внимание на то, что от природы что-то пошло не так. Если где-то случился небольшой минус, в другом обязательно плюс. Каждый день у этого ребенка расписан по минутам. Помимо обычной школы, Арсений посещает еще 4 учреждения дополнительного образования. Три раза в неделю Арсений Соломин входит сюда, в детскую школу искусств. У нее несколько отделений, где занимаются более тысячи ребятишек. И лишь один из них с особенностями развития. Но ничего особенного в своем развитии сам Арсений не видит. К такому ритму он привык и уже не может просто сидеть дома. Если он не будет заниматься, он просто уйдет в себя. Такие дети уходят в себя. Надо их постоянно куда-то водить. Нужно постоянно ими заниматься и шевелить их. Нужно обязательно их двигать вперед. Любимый композитор Бетховен. А главная мечта на деньги, вырученные от продажи альбома, организовать большой концерт. Чтобы собранные на нем средства отдать на лечение таких же, как и он, детей с ДЦП. К слову, Арсению и самому необходимо пройти еще не один курс терапии. Но он твердо решил осуществить задуманное. И призывает присоединиться к доброму делу всех неравнодушных. Если ты делаешь добро, то добро непримерно вернется к тебе. Работа над сольным альбомом почти завершена. Восемь песен о детских шалостях и недетских проблемах. О жизни, о людях и о любви. Все ради благого дела. Вот такой он, маленький Амурчик с большим сердцем. А вы посмотрите, что я маленький Амурчик. Вы смотрели программу Вести Приволжского федерального округа.